В экспертно-криминалистическом отделе Анапы шесть специалистов. Один из них – Татьяна Милош. Она окончила Краснодарскую юридическую академию МВД России и уже 9 лет работает в отделении. Первое свое дело помнит до сих пор – кражи магнитофона из Дома культуры села Юровка. Интересно выяснять способ, как проник преступник, как он вынес этот магнитофон, в какую сторону он в итоге пошел. Это было очень интересно. Татьяна Милош изучает всевозможные следы и улики, оставленные нарушителем на месте преступления. Рабочий материал эксперта-криминалиста – следы обуви, перчаток, отпечатки пальцев, капли крови, ранения и ушибы на телах погибших. После того, как данные выявлены, эксперт составляет заключение и передает его следователю. На месте происшествия мы работаем как специалисты. Наша задача – это выявить невидимые, слабовидимые, либо видимые следы преступления и преступника. Также, помимо выявления, мы должны их изъять, сохранить. Всегда под рукой эксперта-криминалиста – чемодан. Он состоит из специальных приборов, приспособлений и инструментов. Все необходимо для осмотра места происшествий. Татьяна Милош рассказала и на практике показала, как, например, на машине выявить отпечатки пальцев. При помощи магнитного порошка, при помощи магнитной кисти мы можем выявить вот это свеже оставленные следы рук, скажем так. А когда следы уже, ну, проходит время, да, они подсыхают, они будут блеклыми. Большую часть рабочих не рядовые эксперты-криминалисты проводят за компьютерами фотолаборатории. Ведь каждое исследование по объекту нужно подкрепить снимком. По надобности выезжают на места преступлений, где по горячим следам осматривают и изымают вещественные доказательства.